Болельщики с нетерпением ждут наступления нового года, ведь в городе Сочи с 7 по 23 февраля будут проходить 22 зимние Олимпийские игры. В одном из дошкольных учреждений города решили приблизить начало Олимпиады. В пятом детском саду устроили свои Олимпийские игры, которые объединили мам, пап и их детей. Бороться за звание олимпийских чемпионов предстояло трем командам. Подробнее в нашем сюжете. Сибирь, ага, спорта нужна, Людям войска, Наши семьи с места. Олимпийские игры в Рассказове начались раньше сочинских. Сегодня три команды из трех детских садов города будут бороться за звание олимпийских чемпионов. Отстаивать спортивную честь своего детсада предстояло не только самим ребятам, но и их родителям. Каждая команда подготовила девиз, который обязательно должен настроить участников на победу. Команда четвертого детского сада посвятила свой лозунг Олимпиаде. Олимпийцы! Олимпийский наш денис! Занимайся, не ленись! И здоровье, спорт и труд нам победу принесут! Самые спортивные воспитанники детских садов номер 4, 5 и 8 вместе с родителями с азартом принимали участие в каждом соревновании. Веселые эстафеты, простые и не очень конкурсы, соревнования и состязания вызывали не только бурю эмоций участников, но и заставляли зрителей активно болеть с любимой команды. Семья Пешковых не считает себя спортивной, но с удовольствием откликнулась на предложение поучаствовать в веселых стартах. Наталья уверена, что мама с папой должны соответствовать своему спортивному сыну. Егор занимается футболом и уже делает успехи. Мы практически каждый день бываем на стадионе, либо на «Спартаке», либо на «Текстильщике». У нас ежедневные тренировки футболом. И мы, кто-то из нас обязательно присутствует, смотрим за ребенком, как он там у нас, какие достижения. Уже в турнирах участвуем, есть у нас уже определенные успехи, я так думаю. Ставят в команду, значит доверяют, значит есть способности, я так считаю. Спорт в первую очередь должен приносить удовольствие, а спорт в дошкольном учреждении, ко всему прочему, должен быть еще и веселым, чтобы ребята хотели заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни. На этот раз к физкультуре с удовольствием приобщились и родители. В каждом конкурсе они принимали активное участие. Цель данного мероприятия – это развитие олимпийского образования, пропаганда здорового образа жизни и, конечно же, укрепление взаимосвязи между семьями воспитанников и детским садом. Мы, конечно же, выделим победителей, мы постараемся сделать так, чтобы никто не был в обиде, но все равно победа принадлежит одному. Самой спортивной командой оказались олимпийцы, они на первом месте. Серебро досталось команде «Торнадо» с детского сада номер 5, бронза – команде детского сада номер 8. Евгения Конобеевская, Степан Диколенко. Новости ТВ Рассказываем.